Война на глобальной карте Голда, медальки, а также почет и уважение среди таких же заядлых фермеров Правда в этот раз добавили и кое-что еще Уникальный танк 10 уровня, который по окончанию ивента достался кланам, показавшим лучший результат Вот про него я сегодня и хочу вам рассказать с помощью аккаунта, который мне любезно предоставила наша любимая картошечка Многие из вас скажут Джофф, что за фигня? Зачем нам смотреть видео про танк, которого у нас нет и никогда не будет? Зачем ты нас дразнишь, иротея таки? И так далее, и тому подобное Но я отвечу лишь одно А кто вам доктор, что у вас его нет? Танк бесплатный, легкодоступный И для его получения достаточно лишь найти более-менее скилловый клан и навоевать пару скальпов на ГК То есть в теории его может получить каждый Ну кроме разве что самых крайне умелых и талантливых 45% игроков А то, что у вас его сейчас нет, это ваши личные психологические проблемы И просто тотальное нежелание вытащить свой попец из рандома и сделать что-то действительно полезное для самого себя Плюс, лично меня раздражают вопли на форуме и вне его о том, что Американский М60 фиговый танк, не стоит потраченных усилий и так далее Ведь я на своем личном опыте убедился, что это далеко не так Поэтому сегодняшний гайд будет посвящен именно М60 И пусть в комментариях пишут, что Джофф продался И кровавый Варгейминг управляет мозгами вододелов Через биомеханические зонды, запущенные из космоса, как у старины Картмана Но я-то знаю, что мною никто не управляет Ну кроме разве что борщика моей любимой жены М60 являлся естественным продолжением танка М48 Так как задача последнего была превзойти по показателям советский Т-54 И он с ней не справился Именно для решения этой проблемы в 1957 году была начата разработка данного ОБТ Хотя М60 и был основным танком США с 60-е по 70-е годы В боевых действиях под звездно-полосатым флагом он почти не участвовал Но это только под флагом США они били баклуши Ведь экспортировали этот танк во многие союзные страны Например, Израиль имел на вооружении целых 1400 машин Которые приняли активное участие в боевых действиях на Ближнем Востоке Как нетрудно догадаться, следующим за М60 танком США был М1 Абрамс Таким образом, можно легко проследить всю историю танкостроения США после Второй мировой войны Обсуждая ТТХ М60, я буду сравнивать его с прямым конкурентом М48 Паттон Который у нас в игре является средним танком 10 уровня По динамике и маневренности у этих ребят почти паритет Паттон имеет чуть лучше динамику за счет более мощного движка А М60 чуть лучше маневренность за счет хороший ходовой Если говорить про мое мнение, мне нравится плюс М60 К слову почности Паттона мы уже все давно привыкли и не ждем от него сюрпризов А вот хорошая маневренность никогда не бывает лишней Если речь идет про динамичный бой и игру от УВН В плане брони М60 уступает Паттону У него меньше миллиметров во лбу и корме Он имеет более крупные габариты И у него есть огромное НЛО на башне Кто-то из вас скажет, что мол все СТ Америки картонные Я соглашусь, но поверьте, какие-то 10 миллиметров во лбу лишними не бывают Особенно, когда можно получить рикошет с дальних дистанциях под хорошим углом Плюс, более уязвимая корма и увеличенные габариты как бы намекают нам Что стоит чаще ждать фулл хпшного привета от арты Ну и конечно НЛО на башне М60 очень сильно мешает в перестрелках на ближней дистанции И последнее, орудие Тут целиком и полностью победа за М60 Именно поэтому он не так полюбился У него лучше сведения, лучше стабилизация и лучше разброс на 100 метров Но самое главное, это стабилизация Она настолько хороша, что аж вспоминаешь те былые времена Когда М48 еще не был понерфлен злобным напильником серба Вот настолько хороша эта пушка Что касается экипажа, у М60 есть приятный премиумный плюс На него можно посадить любой экипаж любого другого СТ США То есть, если у вас уже есть средние танки Америки, проблем с набором команды у вас не будет Обрудование стандартное как для СТ Стабилизатор, досылатель и оптика Что же мы имеем в итоге? Близкий родственник нашего Паттона с чуть худшей динамикой и бронированием Но с намного более крутой пушкой и чуть лучшей маневренностью Не знаю как вы, но я согласен пожертвовать несколькими миллиметрами в угоду хорошей стабилизации Ибо благодаря этому этот танчик просто адски нагибает трендом В чем мы сейчас собственно и убедимся Итак, поехали! Мы на карте Эль Халуф И какие же у нас есть задачи на этот бой? Первая наша задача захватить вражескую нефть Почему? Потому что я американский танк А что делают американские танки? Захватывают вражескую нефть Поэтому в этом бою я буду заниматься именно этим Вторая наша задача посеять везде демократию А как нужно сеять демократию? Конечно, уничтожить все вражеские силы Поэтому все наши 15 противников будут в этом бою уничтожены А моя задача нанести как можно больше дамага И как можно больше фрагов получить Итак, вы видите, что в чатике я пишу Занят точку А3 И сейчас я вам расскажу, почему я так пишу Посмотрим на баланс Много тяжелых танков Всего лишь чуть-чуть СТ И пару батасау О чем это нам говорит? О том, что будет бодрая танковая рубилова И то, что у противников нет большой и быстрой силы Которая может занять какие-то точки Раньше, чем это сделаю я СТ-шки? Ребята, они СТ-шки Они любят воду, они будут туда катиться Они будут там сливаться Потому что там, не знаю, наверное, медом намазано Патасау, Патасау будут стоять Но их не так много, чтобы этот бой превратился В какое-то такое бодрое стояло во вкусах Много тяжи Это значит, что они будут ехать куда-то Но будут ехать медленно Поэтому у нас есть преимущество Вот тут батчат делает телепорт Я передаю привет шторму Я еду на точку С3 Почему я так делаю? Потому что, ребята, я играю один Не во взводе Если бы я играл во взводе Мы бы постреляли там с ребятами Постреляли бы тут Сделали бы то И потом в конце просто ворвались бы втроем И всех убили Но я один И мне просто не хватит дамага, брони И всего там остального ХП, чтобы всех тут убить Поэтому мне надо брать на себя инициативу И вести за собой своих союзников Просто быть таким, на самом деле, вожаком нашего стада Если я не поеду на точку А3 И не покажу нашим союзникам Как там нужно подниматься Как там нужно танковать И все такое прочее Это будет, ребята, стояло Вы же знаете, что Есть арта, нету арты Есть потасау, нету потасау Много их мало Наших союзников и наших противников Это не волнует Они будут на А3 приезжать И просто там стоять Поэтому я предлагаю нашим СТшкам В начале боя Сразу же туда забраться Занять самые все вкусные точки И оттуда уже играть Итак, выкают за 110 Батчату спасибо, он занял эту позицию Раздаем ему дамаг в гуслю Батчата нашего разбирают Я всячески стараюсь ему помочь Чтобы его смерть не была напрасной Даем еще два дамага Просто деморализуем этого 110 И он умирает Но Батчата, к сожалению, тоже забирают Бедняга Но спасибо ему Он умер во имя демократии Красавчик Я остаюсь тут Я остаюсь тут Потому что, ребята, вот эта позиция Она просто офигенная Я именно ехал сюда Чтобы занять эту позицию И просто троллить наших противников Потому что отсюда Отлично простреливается полка Отсюда отлично контроливается Вот этот выезд И вообще все, кто тут Это да Я стою Я выжидаю Я там стараюсь в кого-то накидывать Вот вражеская семерка Даем дамаг через каток Сразу откатываюсь Стабилизация отлично И выкатывается вражеский 7 У меня когда не хватает Я надеюсь, мои союзники мне помогут Но ИС-7 без каких-либо проблем На меня выкатывается Я не успеваю посадить нормально каток Дает мне дамаг 500 Убивает мехвода И просто все у меня отлично Мои союзники Ничего не делают Выкатывается сотка Я понимаю, что мне сейчас Просто может прийти трындец И я начинаю играть Ребята на два фронта С одной стороны Я контролю сотку И стараюсь сбить ей каток Бац Сбиваю каток С другой стороны Я контролю этих ребят на полке Бац Дамаг в маску Не пробили меня Еще раз Еще раз сюда Дамажик Отлично Уезжаем от сотки Еще раз контролим Полку Опять не пробили меня в маску И последний дамаг Ну давай соточка в ангар Красава Настоящий демократ Отправляется в ангар И я выжил А что делают наши союзники А давайте посмотрим Что делают наши союзники Стоят Стоят лесенкой Ну какие же молодцы Какие молодцы Хочется их всех просто расцеловать Тем временем Я опять выкатываюсь Не теряя времени Пытаюсь кого-то выцелить Тут конечно мешает Вражеская семерка Которая стоит прямо под горкой Даем дамаг в ИС-7 Он клювом был повернут вниз Так что пробилось Без проблем И очень сладенько Он еще раз пытается откатиться Я стреляю Но попадаю к сожалению в НЛД И не пробиваю Это да Опять же по мне тоже отстреливаются Но увидите ребята Что отлично просто играет М-60 Как и Паттон Через башню Из-за каких-то холмов Мои союзники Наконец-то осмелели После того как Паттон Тут простоял Чуть ли не все Начало боя После того как он Отхватил дамаг После того как он Изнасиловал Е-100 И сделал его демократом Они наконец-то осмелели И поехали на одну Единственную семерку Которая тут осталась Просто смелые ребята Что тут еще сказать Просто красавцы Выкатываюсь вместе с ними Даю дамаг не попадая Но это ничего страшного Вражеская семерка Тут уже стоит в позе раком Пытается кого-то тут Отдефить Но у нее ничего не получается И мы ее забираем Но ребята Я не спешу откатываться С этой позиции Потому что вы видите Что вдалеке есть Объект 263 Вот ребята Плюсы М-60 Собственно как и Паттона Он может отлично Играть в качельки Вот именно в такой геймплей Когда вам нужно Быстро выкатиться А потом быстро закатиться Эти американские танки Они просто отлично играют В этот геймплей Сто десятка М-48 М-60 Обычный паттон 9 уровня Все это вам доступно На этих танках Тут слева Мы ребята Подниматься не будем Просто потому что Там есть серьезные дядки С серьезной броней И мне там собственно Делать нечего Тут мы находим 13-90 Этот бравый парень Весь бой Дефил камень Мы конечно Хочем его за это похвалить Но он почему-то Уезжает от нашей похвалебы Куда ты дружище Куда ты И вот посмотрите Я в него целюсь И Рикошет Как я люблю картошку Особенно с зеленью и маслом Поэтому и получился рикошет Просто намазанный маслом Какой-то 13-90 Тут опять же аккуратненько Выкатываюсь Даю дамаг Не пробивая по гуслям Выжидаю какое-то время Может быть кто-то ко мне подъедет И вот сейчас ребята Будет наверное Одна из таких серьезных ошибок Моя в этом бою Просто жажда дамага Жажда халявы Или чего-то еще Заставила меня Выкатиться на эту семерку Не пробить ее И получить дамаг от нее Совершенно ненужный Вот ребята Честно вам говорю Тут я поступил как поц Не повторяйте моих ошибок Пожалуйста Если вы видите Что противник вас контролит Не едьте на него Дождитесь более бронированных союзников Вот например Мне надо было подождать Вот этого ИС-7 Который сейчас рядом со мной находится И все было бы хорошо Но я не подождал Я опростоволосился Ну и получил 500 урона Тут ребята У нас ситуация немножко патовая С одной стороны Мы поджимаем наших противников И тут их тоже поджимают С другой стороны Наши противники заняли воду Как вы уже знаете В начале боя И могут отлично Отсюда Отсюда Вот посюда По нам накидывать Я это понимаю К сожалению Мои союзники этого не понимают Поэтому они поднимаются наверх Я пытаюсь перекрыться Немножко ИС-7 Мражеский ИС-7 На нас выкатывается Пытается выцелепатана Я вижу что я свечусь По мне пытается ИС-62 отработать Я не теряя времени На каток Сажу ИС-7 еще раз Чтобы он просто Никуда не уехал И откатываюсь ниже ИС-7 я думаю Сейчас заберут Заберут же Я его не пробил Но его забрали Это хорошо Но при этом Нашу семерку Нашу семерку продолжают Всячески Скажем так Окучивать Она это замечает И Просто По тактике Олулу Раш Едет на воду С одной стороны Конечно не хочется терять Тут такого союзника Но с другой стороны Конечно хорошо Что он туда поехал Он сейчас просветит Там вражеский ИС-7 Просветит там вражескую Т-62А И я постараюсь По ним поработать Конечно тут я уже Немножечко волнуюсь Вот Не всегда Досвожусь до конца Хотя стоило бы Отлично входит Одновременно вы видите Что я стараюсь контролить Ту сотку Которая стоит наверху Потому что Если она выкатится Даст мне альфу И закатится Это будет весьма печально Забираем ИС-7 И теперь уже ничего Ничего нам не мешает Посеять демократию На вражеской базе Как видите Буровую вышку Захватывает ИС-4 Молодец Нефть нам всегда пригодится Мы же американцы Сотка отстреливается Я просто наглую Выкатываюсь на нее И даю ей дамаг И думаю Может быть дать еще Но там еще одна сотка Ну блин Извините ребята Сразу двоих Я демократами не сделаю Давайте в очередь Давайте по одному Все таки Вы же помните Наверное Советский Союз Там всегда были очереди За колбасой За алкоголем Или за чем-то еще Я стараюсь Выцепить такой Ребята момент Чтобы сотка Была повернута туда Но она повернута На меня И вот тут я не понимаю Почему он по мне не выстрелил Наверное немножечко Слоупок Или маленький фпс При этом ребята Я вижу что вражеский Т-57 Он поехал по А-линии И пытается сейчас Делать какой-то хитрый финт Чтобы не дать Нашему ИС-4 Захватить буровую вышку Это конечно Печальника Но я понимаю Что четверка у нас Более чем фуловая Поэтому вряд ли Т-57 ее заберет Светится Т-57 хэви Выкатываемся Смотрите Свертухана Ну просто даем Свертухана в щи Просто свертухана Это ребята Это американская техника Это М-60 Это Паттон Тут на нас опять же Выкатывается сотка Даем дамаг Но я почему-то не сбиваю каток Почему я не сбиваю каток Я сам не понимаю Почему я не сбиваю каток Но он катится на меня Больше Это огромный бронепоезд Сарай на меня катится Он сейчас меня задавит Мама, мама Помоги мне Но он умирает И зачем я вообще Писывался Если можно было Этого и не делать Скажите спасибо Моему Мефоду Он такой Итак Т-57 пытается Все-таки сделать Свой хитрый план Как видите Он выкатывается Я даю по нему дамаг Тут что-то Он там прячется за камнем Пытается что-то такое Хитрое сделать Я подкатываюсь ближе Потому что хочу Конечно еще раз Пару раз стрельнуть И получить еще больше опыта Выцеливаем Выцеливаем там Что-то за камнем Он катится Катится И Ну Я тут как пострелил Ничего не буду отрицать Стрельнул как поц Но это конец боя Давайте посмотрим на результаты 2438 опыта Господи Сколько же нефти я заработал в этом бою И 128 тысяч денег 863 копейки Мастер Куча мелких медалек И поддержка У меня Всего лишь 3 фрага Но при этом у меня 8224 урона Конечно Не самый супер рекордный бой Но вполне неплохо Как для СТ 10 уровня Ну что я могу сказать в итогах М60 Классная машинка На самом деле Мне она даже нравится Больше Паттона И я считаю Она стоит того Чтобы за нее побороться На глобальной карте Еще ребята В будущем нас ждут Еще две компании Где главными призами Будут советский танк Объект 907 И немецкий тяжелый танк ВК 2701 Если я не ошибаюсь Как только они появятся В рендоме Я тоже сделаю на них обзоры И надеюсь Что они будут Не менее интересными На этом С вами был продажный Джов Которому заплатил Картошкой Wargaming Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Если вы тоже любите Сеять демократию И увидимся завтра В субботу В 20.00 На еженедельном стриме У меня на канале Чао какао Субтитры сделал DimaTorzok